В этом году выброс комки на песчаные Анапские пляжи феноменален. Последний раз это аналогичный выброс был в 2005 году, то есть 11 лет назад. Ситуация для Анапы вообще аномальная, то есть регулярные выбросы, это там раз в месяц, иногда два раза в месяц, но не в таких объемах, они случаются. Именно это место под климатопавильоном, лечебный пляж, дислокация такая повышенная и концентрация водорослей комки связана с тем, что здесь получается как карман, и течение немножко замедлено. По нашим оценкам, это объем выброшенной водорослей комки составил порядка 6,5-7 тысяч кубических метров. На сегодняшний момент уже вывезено 50%, но думаем за следующие сутки мы с ситуацией справимся на 100%. Явление внешне неэстетичное, запах йода и сероводорода тоже не привлекает отдыхающих. Мало кто знает о целебных свойствах этих водорослей, известных еще в прошлом столетии. Листая старой фотографии, мы убеждаемся в том, что явление выброса комки на берег существовало в Анапской бухте всегда. Между тем, те, кто убирают сегодня пляж, выслушали немало обидных слов в свой адрес. А вот житель Донецкой области спокойно входит в воду и наслаждается морем. Море такое грязное, как к этому относитесь? Ничего, здесь все хорошо. А что нравится вам в Анапе? Все в Анапе нравится. И воздух, и люди, и море, все отлично. А приходилось до этого бывать, вот сталкивались с таким именно положением вещей? Да нет вроде, но это мелочи. Очень много желающих снять редкое природное явление на видео, став звездой Ютуба. А вот работникам местных санаториев и пляжей не до развлечений. Они с пониманием ситуации отработав ночь, убирают комку и в полдень. Кто-то должен это делать. Понятно, что это не совсем хорошо. Мы даже отдыхающие на месте, потому что приезжают, приходят наши отдыхающие в санаторию. Функт, что это такое, да это безобразие. Ну, объясняем как можно, потому что такое бывает, потому что море, это не человек сделает. На протяжении всей песчаной пляжной полосы виллы и грабли в руках молодых крепких парней. Мощность выброса по урезу воды составила почти километр. Это 580 метров лечебный пляж и 420 метров центральный городской пляж. В районе лечебного пляжа ширина залегания была почти от береговой линии 40 метров, а в районе центрального пляжа 10 метров. В данный момент на территории работают 50 человек. Это часть сотрудники пляжа и остальные – это работники здравниц, которые пользуются этими пляжами. Это здравницы Делучи, это Русь, это Анапа, это Матылёк. Ну и сотрудники Мупаку на центральном городском пляже. В общей сложности в данный момент на пляже работает порядка 80 человек. Когда акватория бухты погружается во тьму и на пляжах наступает относительное затишье, в бой с комкой вступает техника. Уже три ночи работники Мупаку вывозят водоросли, заготовленные на берегу днём. Глава города сегодня ночью, проанализировав работу уборочных бригад, сделал ряд замечаний о неэффективном использовании ночного времени. Сергей Сергеев потребовал увеличить численность бригад, дал ряд поручений по организации работ своим заместителям и начальнику управления по курортам и туризму. Как люди ушли, 10 вечера, всё, пляж освободили, надо начинать работать. А вы в 2 часа ночи ищите погрузчик. Ну так не пойдёт, дорогие друзья. Это что за работа? Субтитры создавал DimaTorzok